Два месяца назад мы с вами уже ходили по стройке ВДНХ. Это, кажется, уже третья или четвертая реконструкция, но она самая глобальная. И вот сейчас только подходит время, когда можно увидеть, наконец, все задуманные элементы, скажем так, дизайна, что изменилось. В общем, пойдемте смотреть. В этот раз мы пойдем не с центрального входа, а с северного. И вот здесь уже видны изменения, потому что вот там, где мы сейчас с вами идем, была большая парковка. То есть она заканчивалась вот где эти полукруглые тумбы. Сейчас здесь газончик, парковка осталась, но уже в более таком человеческом виде. Вот здесь, кажется, они не смогли обойти коммуникации, поэтому появился срок безопасности. Ну и заодно никто не гоняет. Про новый трамвай на остановке я уже немного рассказывал в предыдущих видео, но вот здесь она появилась тоже новая. Кстати, здесь интересно, что павильон доходит своей крышей полностью до края тротуара, то есть полностью прикрывает человека во время дождя. Это не совсем по нашим гостам, но чтобы такое сделать, были получены специальные технические условия. То есть, если кто не знает, даже вот наши суровые советские старые непонятные госты можно обойти при большом желании. Как вот было сделано как раз здесь, потому что иначе был бы отступ и все равно место, где вот заливалась бы вода. Собственно, вот хорошо видно, сколько осталось места и что человек останется сухим. Тут у нас уже новая навигация стоит и страшные покрашенные люки. Да, московский комплекс ЖКХ до сих пор не умеет класть нормальные красивые люки, но зато очень хорошо умеет их красить. А здесь заодно виден нормальный пешеходный переход со светофором, со строком безопасности, все как полагается. Вот как раз таким должен быть нормальный пешеходный переход, чтобы он был безопасный и чтобы людей не сбивали насмерть. Тут даже можно в принципе убрать вот все эти знаки пешеходного перехода, то есть даже не вот рамки, а сами знаки, потому что и так считывается, что здесь пешеходный переход, и к тому же здесь есть светофор. И вот мы с вами подошли к другой большой парковке, которая находится прямо у ДНХ. И здесь уже не все так хорошо, потому что по сути остался такой асфальтовый плац. И все-таки если вы делаете плоскостные парковки, то нужно разбивать места деревьями. И это будет снижать нагрев поверхности, парковка не будет смотреться чем-то враждебным, и в целом городская среда не будет сильно от этого проигрывать. Вот, а сейчас как вот был плац, так он и остался, несмотря на новую разметку, новые асфальт, фонари и так далее. Зато вот есть такие стоперы, чтобы никто не вздумал бесплатно заехать на платную парковку. Тут раньше был крайне сложный и непонятный перекресток, сейчас появился круг с надписью ВДНХ. А еще вот здесь появились такие вот стелы с навигацией под общий стиль московского транспорта, но вот с экраном сколько свободных парковочных мест осталось. Ну и собственно вот остатки, небольшая часть пешеходной навигации. Напомню, высаживают деревья осенью или весной, когда корневая система спячки, чтобы деревья максимально прижились. А если вы видите, что кто-то сажает деревья летом, то, ну, скорее всего, эти деревья цветут один-два года, а потом умрут. То есть вот запаса прочности у них хватает на несколько лет, а дальше все. Вот тоже пример прилегающей территории, где провели благоустройство. Ну как, типично асфальт на плитку, скамейки на другие скамейки. И вот появились такие лавки. Они, конечно, выглядят очень прикольно, но все-таки на них скорее удобнее лежать, чем сидеть. И ладно, если бы там было несколько вариантов, там рядом скамейка со спинкой, рядом вот такая, но нет. Только вот такие. Плитка, конечно, намного лучше асфальта, она как минимум эстетичнее и более экологичная. Но вот проблема таких вот плацов, не асфальтовых, а уже плиточных, они на ней исчезают. И ладно, если бы в Москве укладывали плитку на такой суровый сэндвич из щебня, песка и других вот материалов, чтобы вода смогла уходить вниз. В Москве укладывают плитку на бетон. И то есть вода все равно никуда не уходит, и поэтому вот проблема водотвода, она остается всегда актуальной. И вот это, конечно, не есть хорошо. Хотя, да, строителям так проще делать, но все-таки в долгосрочном плане лучше бы делали плитку, которая может проводить через себя воду. Было решено немного изменить планы и взять велосипед, чтобы на нем уже исследовать ВДНХ. Собственно, для ВДНХ вот самый лучший вид транспорта это велосипед, потому что очень большие расстояния и в целом не очень комфортно вот все это обходить пешочком. Поэтому вот едем. И сразу видно, что здесь закончили делать главную аллею, полностью открыли для людей. Теперь не нужно проходить через заборчики. Это таки неплохо. Вообще было бы классно на территории ВДНХ запустить какой-нибудь прокат без станции, чтобы можно было брать в одной точке и оставлять в другой. Но пока до этого, конечно, далековато. Вот такое неплохое озеленение, а еще впереди, кажется, появился амфитеатр. С павильонами работа еще продолжается, но тут, в принципе, все понятно. Их наверняка будут делать намного дольше, чем вот реконструкцию самого комплекса. Все-таки архитектура и детали не терпят спешки, а асфальт можно положить довольно-таки быстро. Еще, кстати, очень хорошо, что здесь нет велодорожек. Потому что велодорожки в парк, как вы помните, это плохо. Довольно-таки неожиданно на ВДНХ появилась канатка. Про планы по строительству я, если честно, ничего не слышал. То есть знаю, что напротив лужников такое делают и вроде как скоро запустят. А чтобы на ВДНХ делали, не очень понятно, когда и появились вообще такие планы. Но все-таки с прокатом без станции было бы, мне кажется, лучше, чем вот такая вот штука. Это павильоны, которые были сделаны еще в советское время. Павильоны республик, по-моему, это Казахстан. Потом они были переделаны под более упрощенный вид. И там были уже представительства отдельной промышленности. К сожалению, не помню, какой. И вот сейчас возвращают оригинальный вид. Вот также еще один павильон такой же, чуть дальше. Которые просто, ну, их собирались реставрировать, сняли фальшстены. Увидели, что там вообще сохранилась оригинальная конструкция с декором. И было решено привести все это дело в оригинальный вид для комплексности вида, скажем так, главной аллеи. Кстати, очень крутые сделали здесь павильончики, точнее ларьки. Я об этом уже говорил в прошлый раз, но они все еще остаются прикольными. А вот здесь устроится павильон Росатома. Это будет уже современная полностью постройка. Не знаю, как она будет сочетаться с другими корпусами. Хотя вот напротив переделали. Точнее как, полностью снесли и построили заново другой павильон. Но он такой, скорее нейтральный. Вот, и все это будет выходить на главную площадь с ракетой. Несколько лет назад с территории парка Горького перевезли сюда копию Бурана. Вот, конечно, не понимаю, как парк Горького оказался такой памятный и знатный доминант у себя. Потому что, ну, это такой хороший магнит для людей. Но вот еще позже, по-моему, в прошлом году или позапрошлом, здесь сделали вот такую классную детскую площадку. Которая, к сожалению, сейчас закрыта. Делали ее, кажется, датчане. И она довольно-таки крутая. Я сам лазил по ней как-то ночью. Брутальную опору ЛЭП, к сожалению, не вернули на главную площадь пока что. И непонятно, вернут ли вообще. Не встречал информации. Зато вот в этом павильоне, говорят, сделали очень классный музей космоса. К сожалению, не получится в этот раз туда зайти. Надо будет как-то отдельно приезжать и зайти туда специально. Но мы поедем за этот комплекс, за главную площадь, где, говорят, очень классно сделали пруды. То есть, прям, говорят, там бомба какая-то. Стало довольно-таки ухожено. То есть, чтобы вы понимали, вот раньше не было вот этой набережной и этих настилов. И, в принципе, да, был доступ к воде, что можно было спуститься. Но так вот погулять здесь скорее было невозможно. Хотя вроде как давали катамараны. Сейчас поедем чуть подальше. Там, кажется, сделали спуск к воде. А вот там доделывают что-то такое современное и крайне непонятное. Я, конечно, не ожидал, что здесь стройка вот еще в таком разглагаре идет. Потому что, ну, практически был уверен, что к сентябрю должны были все закончить. А здесь как-то еще и не пахнет. И вот, кстати, одна из проблем таких основополагающих. То, что при реконструкции улиц внутри Воденхана меняли профиль. То есть, вот видите, осталась проезжая часть. И вот такой небольшой тротуар, куда просто установили скамейки. То есть, это никуда не годится. И раз есть проезд для машин, да, нужно это учитывать. Но все-таки расширить тротуар или полностью убрать проезжую часть, чтобы служебные машины проезжали как в общем пространстве, ну, никто не мешал. Это все пандусы, которые ведут к нижнему озеру. И здесь, как видно, работы еще продолжаются. Кстати, поставили довольно-таки классные уличные фонари новые. Здесь действительно стало круто, что появились такие видовые точки. Спуски к воде. При целом, все облагородили. И очень классно, что используется дерево. То есть, такой естественный материал, который приятно трогать. Ну, и просто весьма залипательно теперь смотреть на то, как вода спускается с верхнего озера. Если не ошибаюсь, здесь раньше был павильон гидроэнергетики. Отперед будет музей кино. Неожиданная схема. И кажется, они поменяли остекление не очень хорошо по бокам. Ну, а здесь стала нормальная пешеходная зона. Раньше вроде как здесь были тропинки или разбитый асфальт просто. Теперь стало понятно, что строили в предыдущем месте. Это, видимо, были общественные туалеты вместе с какими-то кафешками. А здесь у нас появился пляж. Не очень понимаю, как люди сейчас здесь могут отдыхать под звук отбойного молотка и бензопилы. Но, как факт, весьма живописно. И когда на той стороне закончится ремонт, я думаю, здесь будет классно. Ну, и, кстати, такой вопрос о заблуждении, что для пляжа нужен песок. Видите, в принципе, хватает лежаков и довольно приятной среды, чтобы люди спокойно отдохнули. Кстати, довольно любопытно, что вся уличная мебель здесь крутится. Вообще, ВДНХ, он граничит с ботаническим садом, который вот как раз по ту сторону. То есть буквально вот за этим столбом. И Осанкинским парком. Раньше они все были как три разных субъекта, скажем так. Был забор, а потом все это убрали. То есть получилось такое единое пространство. Хотя я вот где-то читал, что, кажется, этой весной опять появились заборы. Но вот я вроде проехал вдоль ботанического сада и заборов не увидел. Надеюсь, это было что-то временное. А вот здесь появился такой большой амфитеатр естественный. Не очень понимаю, почему не сделали заход с улицы. Но, тем не менее, я думаю, здесь будет довольно прикольно. Что-то я как-то пропустил момент, когда на территории ВДНХ появилась часовня. Теперь здесь точно не сделаешь музей СССР. Но не очень понятно, спасет ли Бог от такой вот халпуры, когда человек просто может провалиться под землю в открытую трубу. Мне прям очень нравятся эти новые фонари. Они вот прям, я не знаю, хочу домой себе такие поставить. А вот поле подсолнухов что-то как-то не прижилось. И вообще, если честно, я не помню, что здесь был какой-то сад. Видимо, он совершенно новый. Вообще, было бы круто сделать на ВДНХ, мне кажется, общественный огород. Понятно, что здесь очень много людей, но я думаю, были бы желающие за ним ухаживать. Тем более, что здесь уже есть неконтактный зоопарк, а вот здесь уже есть городская ферма, где можно поухаживать за животными, понять, как у них там все это происходит. А вот общественного сада я не видел. Но подсолнухов прям очень много погибло. В технике, конечно, никто не моет колеса после выезда со стройплощадки. Ну, потому что это же высовка достижений, а не образцовая стройплощадка. Вот. Ну и вообще, мы с вами вот уезжаем через южный вход. Ну, в нашем случае, южный выход. В ДНХ себе закупили очень милые электрокары для служебных нужд. Но, блин, научились бы они еще делать пандусы временные. Цены бы им не было. Между южным входом и центральным осталась большая конечная для автобусов и троллейбусов. Здесь тоже все обновили. И также вот поставили новые павильонные ожидания, в том числе с новой навигацией и индексацией для больших остановочных комплексов. То есть вот, например, остановка 1К, дальше 1Л. Это делают, чтобы, во-первых, можно было понять, с какой установки ты можешь уехать, когда у тебя очень много маршрутов. И чтобы ускорить посадку и высадку. И вот также здесь появилась небольшая такая площадь. Вот, кстати, не помню, чтобы здесь был велопрокат. Хотя нет, по-моему, он здесь был. Но нам на другой. Нужно больше островков безопасности. Вот. Ну, вообще, конечно, круто, что они появляются. Смотрите. Ну, прям такие образцовые пешеходные переходы-перехлестки с точки зрения островков безопасности. Но вот если присмотреться, точнее, поднять взгляд наверх, то вот вы увидите кучу просто ненужных знаков. То есть здесь и так видно, что пешеходный переход. Потому что есть светофоры, есть островки безопасности. Это все считывается. А вот эти вот яркие рамки, они лишь отвлекают водителей от пешеходов. То есть наше внимание, оно же ограничено. И за одну секунду вы можете увидеть определенное количество вещей. И успеть среагировать. А вот пока вот насмотришься на все эти знаки, то есть их тут явно больше десяти, если на весь перекресток смотреть, только с одной точки, которые видны водителю. Я вот серьезно начинаю думать, что вот наши текущие ГОСТы, они пролоббированы изготовителями знаков. А вовсе не приняты для повышения безопасности. Ну, потому что это бред какой-то. Здесь же появилась парковка для экскурсионных автобусов. Ну, также маршрутки еще стоят. Еще одна парковка. А вот здесь у нас не было раньше перекрестка. Здесь просто была зебра без регулирования. А вот сейчас вот стало красиво, аккуратно и безопасненько. Также с прошлого раза заработали, наконец, новые трамвайные платформы. Именно... Я не помню, я про них рассказывал или просто упоминал. Но про новые платформы в любом случае я рассказывал. Смотрите, какие они новые и классные. Впереди у нас виднеются, во-первых, индейцы, которые каким-то образом мигрируют по всей Москве. А еще газонщик на трамвайных путях. Так, уедем. Про газон, опять же, я уже рассказывал более подробно. Слушайте, ну, вроде он еще жив, цел, орел. Вот, хотя немного желтеет. Надо будет делать выводы в следующем уже году, после зимы и наших реагентов. Ну, а мы возвращаемся с вами туда, откуда начали. И сдавать едем велосипед. Потому что я и так уже просрочил бесплатное время. Я как-то вот несправедливо обошел транспортный вопрос, потому что вот вместе с реконструкцией ВДНХ была проделана большая работа по переносу остановок, по созданию навигации. Вот, например, видите, 4Б, 4А, 5. То есть приведено все это в нормальный вид, а также сделано очень много выделенных полос. Все проработали не только благоустройство, но и транспортную схему прокачали довольно-таки неплохо. И, кстати, это уже мой автобус. Поеду-ка я в центр обрабатывать для вас видео и фоточки. Ну, что сказать, я как минимум облажался с тем, что думал, что работы уже все закончены, и можно будет посмотреть на готовый результат, но нет. Открыли только центральную аллею полностью, ну и вроде более-менее на Элимарафет. Надо будет приехать сюда еще попозже. Вот, ну а вы подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик, рассказывайте друзьям, а также в описании у меня есть ссылки на остальные мои каналы и группы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok